Рубль наконец-то признан самой сильной валютой 2022 года. Пришла очередь параллельного импорта. Дивидендов не будет. Примерно так ощущали себя инвесторы Газпрома утром 30 июня. Привет, 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 привет! Давненько не виделись. Ну, честно говорите, скучали, 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 скучали. Ха-ха! Я тоже. Просто решил не омрачать каждую неделю твоего лета хмурым дождем фондового рынка. Поэтому собрал только самое сочное за прошедший месяц. Прям вот эти вот прям все вишеночки прям собрал. Чтобы хоть как-то держать пресс твоего инвестиционного портфеля в тонусе. Поговорим сегодня и о Газпроме, и о Совкомфлоте, про нефть, рубль, даже про параллельный импорт. Ну че, погнали, 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 погнали! Зачем мне акции Теслы? Для чего ФСК и Ростелеком, если скоро заплатит дивиденды мой любимый Газпром? Собрание акционеров не утвердило, дивидендов не будет. Это че за фигня? Чем пахнет? Не выплатит дивиденды. Че за ерунда? Эй, эй, эй! Я на такое не подписывался! Рекомендовали же платить! Как не заплатят? Как не заплатят? Я же в тебя все вложил, все вложил! Вот примерно так ощущали себя инвесторы Газпрома утром 30 июня. Ага, произошло то, чего месяц назад никто не мог предположить. Никто, блин! Собрание акционеров Газпрома не утвердило выплату дивидендов за 2021 год. А ведь это была заявка на рекорд, вашу мать! 52 рубля, 53 копейки на акцию. Компания должна была направить на дивиденды 1,2 триллиона рублей. Но вместо этого инвесторы получили шиш с маслом и слезы. Реально, в это сложно поверить. Да, у Газпрома и раньше случались тяжкие времена. Но с 98 года никогда не стоял вопрос о том, платить или не платить. Всегда стоял вопрос, сколько? Даже в сложные моменты компания просто снижала размер дивидендов, но платила. А сейчас все. Капец. Прибыль за прошлый год рекордная. Цены на газ в Европе высокие. Плати не хочу. И они выбрали не хочу. Но справедливости ради так решило правительство. 21 июня Минфин чуточку подправил налоговый кодекс трехмесячной надбавкой к НДПИ для Газпрома. Из документа Минфина мы узнаем, что надбавка для Газпрома составит 416 миллиардов рублей. Цитирую. Сумма налога за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, увеличивается на величину 416 тысяч, выраженную в миллионах рублей. Короче, из текста следует, что надбавка составит 416 миллиардов рублей. Все, разумеется, напряглись. Но как бы 416 миллиардов – это меньше четверти прибыли Газпрома за 2021 год. Поэтому зубы сжали, стерпели. А 30 июня Госдума пояснила, поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,2 триллиона рублей. Прикол в том, что это плюс-минус та сумма, которую Газпром обещал выплатить в качестве дивидендов. Пара-пара-пау! Ну и после такого удара акции компании, конечно же, обрушились. Причем аж на 30%. Теперь у всех инвесторов возникает вопрос. Что делать с этими акциями дальше? Нахрен они вообще тогда нужны? Не гони опоссуму, дорогой. Я расскажу тебе про ближайшую перспективу и долгосрок. И потом уж решай, как быть. Первое. Формально дивиденды за 2022 год должны были быть выше дивидендов за 2021, которых мы не увидели. Но теперь уверенность в том, что компания их заплатит, притаилась в районе плинтуса под слоем пыли. Так что на скорую прибыль я бы не рассчитывал. А вот долгосрок, ну не так уж и хреново. Да, все свои конкурентные преимущества, о которых я говорил не раз, Газпром сохраняет. А падение объемов поставок в Европу и крепкий рубль компенсируются высокими ценами на газ. И даже если через несколько лет Европа сможет полностью заменить поставки Газпрома СПГ из других стран, это будет значить, что этого самого СПГ не будет хватать Азии. А Газпром, как известно, уже начал разворот на восток. Только за 5 месяцев 2022 года Газпром увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 70%. Кроме того, уже начались всякие движения в сторону строительства нового трубопровода через Монголию в Китай. Но все это, к сожалению, не быстро. В лучшем случае трубопровод стартанет в 2027 году. И по каким ценам будет продавать газ в Китай, тоже не ясно. Но все равно, это же перспективно, как ни крути. Короче, хоть акции Газпрома сейчас стоят недорого, я бы дополнительно увеличивать позицию в них не спешил. Все-таки доверие инвесторов подорвано. И абсолютно не исключено, что такой твист с дивидендами может повториться. Ну а те, у кого уже есть акции Газпрома, не спешите их сбрасывать. Я уверен, газовый гигант докажет, что способен не только разочаровывать, но и радовать. Так что следим за новостями по новому газопроводу в Китай и ждем какой-то конкретики по будущим надбавкам к НДПИ на газ. Помнишь, месяц назад я рассказывал о застрявших в НРД иностранных акциях, которые торгуются на СПБ бирже? Напомню, из-за новых американских санкций, наложенных на депозитарий, заблокированы 14% объемов в тысячи иностранных акций. Но по различным бумагам у разных инвесторов оказалось заблокировано от 0 до 90%. Так вот, Мосбиржа, которой принадлежит НРД, будет из-за этого подавать коллективный иск. Потому что Евросоюз, налагая санкции на НРД, заблокировал чужие активы десятков тысяч людей. При этом НРД же не собственник этих бумаг, это просто институт, который оказывает услуги. В общем, все эти блокировки всего и вся напоминают мне сцену из Вестерна. Когда друг напротив друга стоят непримиримые враги, готовясь нанести удар, но исправить ситуацию словами, выгодно для обеих сторон. Объем зависших иностранных бумаг в России 6 триллионов рублей. Это около 100 миллиардов баксов. Сумма нехилая, и порамсить ради нее имеет смысл. А у нас заблокированы иностранные инвесторы, что тоже достаточно больно. Так что ждем судебные движухи, пока наши иностранные акции лежат себе, как Роман Пантюхин на шезлонге. Рано или поздно он обязательно встанет и поднимется к себе в шикарный гостиничный номер, чтобы почитать новый выпуск журнала Market Power. Кстати, Market Power это не только журнал. Это уже целый холдинг с разнообразным контентом и на Ютубе, и в Телеграме, и ВКонтакте. А наш уникальный комикс об инвестициях сегодня можно купить во всех крупных книжных магазинах. Ты это там, поспеши, а то тиражи жух-жух-жух разлетаются в лед. Можешь и не успеть. Ну что, дожили? Рубль наконец-то признан самой сильной валютой 2022 года. Все ведущие экономисты мира хлопают глазенками от такого прикольчика. На прошлой неделе бакс чуть не свалился до 49 рублей. Только это все не волшебная палочка и не зелье друидов, а, как говорится, дело техники. Давай разберемся. В конце февраля доллар улетел за отметку в 100 рублей. И власти такие. Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, парень! И дали команду экспортерам. Ребята, теперь вы должны продавать 80% валютной выручки. Так ситуацию и спасли. Рубль стал укрепляться. Но тут в дверь постучались проблемы с логистикой. Импортерам тупо не давали ничего купить за границей. А значит, валюта им как бы и не нужна вообще. И если так пойдет дальше, Россия может просесть по импорту на 20% относительно 2021 года. Вот и получается. На валюту можно купить только... Рубли. А значит, он и будет укрепляться. Уже несколько месяцев такая фигня. И хоть обязаловку по продаже валюты для экспортеров власти уже отменили, компаниям все равно приходится ее продавать. Ну а куда деваться, если выручка практически вся в валюте, а зарплаты сотрудникам и налоги в России нужно платить в рублях. И в какой-то момент экспортерам за рубежом зарабатывать оказалось невыгодно. Выручка от экспорта просто обесценивается. В колокол забили металлурги. Тут-то правительство и зашевелилось. Минфин и Минэкономразвитие громко заявили. Господа, спокойно. Проблема избыточного укрепления курса рубля решается. Ждите новое бюджетное правило. Как оно будет работать, пока неизвестно. Но вполне вероятно, что в его рамках могут закупать валюты дружественных стран. В первую очередь, китайский юань. Однако введение бюджетного правила хоть и позволит замедлить укрепление рубля, но вряд ли способно сильно его ослабить. Но подорожает доллар на несколько рублей. И чё? Благодаря высоким ценам на нефть и газ, баланс торговли России, то есть экспорт минус импорт товаров и услуг, сейчас составляет 30-40 миллиардов долларов в месяц. Чтобы развернуть курс рубля, нужно закупать валюту с сопоставимыми объемами. И что-то я сомневаюсь, что бюджет готов разбрасываться такими суммами, пусть даже до конца года. Вся надежда тут на параллельный импорт. При нем валюту можно будет не только покупать, но и тратить. И вот тогда-то рубль уже можно будет вернуть к отметке в 70 за доллар. И дальше наслаждаться отличными экспортными доходами. Так и живем. А вот, кстати, появились и первые робкие ростки восстановления импорта. Не, ну а чё? Торренты недавно у нас разрешили. Не выплачивать долги иностранцам разрешили. И вот пришла очередь параллельного импорта. В России он теперь официально открыт. Госдума приняла закон, который прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Как я и говорил, так и случилось. Крупнейшие маркетплейсы России уже начали продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта. А значит, Яндекс и Озон в перспективе неплохо на этом заработают. Об Озоне, кстати, у нас крутая документалка вышла. Посмотри, я там на Делори не катаюсь. Окей, едем дальше. Лидеры Большой Семерки обсуждают возможность ограничения цены покупки нефти из России. Ха, ха, ха. У меня к джентльменам следующие вопросы. Как они это сделают? Будут следить за поставками? Вводить пошлины? Ограничивать транзакции? Ну, удачи. Окей, ограничите. А дальше? С другими поставщиками вы же еще не договорились? Саудиты работают на пределе возможностей. Ирану, который тесно взаимодействует с Москвой, тоже все еще под санкциями. Продавать нефть на запад, ну, как-то не камильфо. Венесуэла до сих пор в жестких условиях. Короче, бред какой-то. После заявления Большой Семерки даже один из крупнейших банков мира, Джейпи Морган, не выдержал. Погодите, говорит, но Россия уже продает нефть с дисконтом. А если ей станет невыгодно поставлять нефть, она возьмет и сократит добычу. А она может. Без особого ущерба экономике. В отличие от остальных стран. Умники из Джейпи Морган посчитали, если Россия сократит ежедневные поставки нефти на 3 миллиона баррелей, то цены на нее вырастут до 190 баксов за баррель. А вот снижение поставок на 5 миллионов баррелей в сутки спровоцирует рост цен до 380 баксов за баррель. Словом, Россия все понимает. Индия и Китай, ошалело покупающие недорогую Юрлс, все понимают. И даже американский Джейпи Морган все понимает. Все все понимают. А вот заявление Большой Семерки про ограничение стоимости покупки российской нефти чем-то попахивает. Только вот не пойму чем. Популизмом или идиотизмом. И вот я плавно подобрался к очередной инвестидеи. И если ты думаешь, что я тебя опять про нефтяников затирать стану, расслабься. Речь сейчас не о них. Представляю. Уже второй раз, если ты помнишь. Крупнейшую судоходную компанию России, которая считается одним из мировых лидеров в области морской транспортировки нефти и газа. Совкомфлот. Полгода назад компания делала упор на газ. А именно на проект по добыче и производству сжиженного природного газа Арктик-СПГ-2. Потому что после запуска проекта возить топливо будет именно Совкомфлот. Планы по СПГ пока что остаются без изменений. И Совкомфлот по-прежнему имеет долгосрочные контракты на обслуживание топовых нефтегазовых проектов России на сумму 24 миллиарда долларов. Но теперь пришло время взглянуть на компанию под другим углом. Сам понимаешь, мир немного изменился. Во-первых, традиционные маршруты поставок нефти по трубопроводам нарушены. Так что объем перетекает на морские пути. И тут флот Совкомфлота становится супер востребованным. Да что мелочиться? Теперь это фактически монополист по морским перевозкам российской нефти. Больше просто некому. Западные конкуренты воротят нос от Юрлс. И России для жизни в условиях санкций потребуется развивать свой флот. А логичнее всего делать это на базе Совкомфлота. То есть господдержка компании обеспечена. Во-вторых, флот Совкомфлота... Прикольно звучит, да? Флот Совкомфлота. Стоит втрое больше капитализации компании. То есть даже если представить невероятную ситуацию, что суда компании никто не станет страховать, а из чужих портов их будут разворачивать, ну то есть если дела станут совсем гипер-супер-пупер-плохи, Совкомфлот просто продаст свои танкеры, и инвесторы окажутся в плюсе. И да, компания за последние пару месяцев продала 23 судна. И тем самым сократила свой долг вдвое. С 3 миллиардов долларов на начало года до 1,7 миллиардов долларов после продажи судов. Что опять же повышает ее инвестиционную привлекательность. Сейчас у Совкомфлота осталось 109 судов. В-третьих, акции Совкомфлота с момента IPO все время падали. Потому что в 2020-2021 годах были крайне низкие ставки фрахта. Ну, ты помнишь, там еще пандемия была. Сейчас фрахт во всем мире дорожает. Ну и последнее. 83% акций принадлежит государству. И при таком раскладе, даже если у Совкомфлота будет сверхприбыль, ее проще получить через дивиденды, чем заморачиваться с ручными надстройками налогов и пошлин. Не, ну эти-то не кинут. Наверное. А в этом случае и розничным инвесторам перепадет. Надеюсь. Это был Market Power. Твой проводник в мире инвестиций. Подписывайся, оставляй комментарии и смотри на мир с оптимизмом. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин